Человек попал в секту. Что делать? Для православного христианина здесь не вызывает никакого сомнения, что в первую очередь это молиться за человека, который отпал от церкви и попал в какую-либо секту. Православный молитвослов даже предписывает нам молиться за таких людей. В утреннем правиле есть такие слова. «Погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети и святей твоей соборной апостольской церкви причти». Второе, на что нужно обратить внимание, что если говорить о современных определениях, соборных определениях, не касаясь древности церкви, где в общем-то прецеденты также есть отношения к людям другой веры, но если посмотреть на более современный архиерейский собор 1994 года о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме, то в 13 и 15 правиле определения этого собора есть такие слова. 13 правило говорит о том, что люди, которые разделяют сектантские взгляды, а тем более являются их распространителями, сами отлучили себя от православной церкви. То есть произошел факт отпадения человека от церкви. А 15 правило этого собора предписывает каждому православному человеку относиться к временно, как там сказано, отступившему или оступившемуся человеку в большей степени по незнанию или какому-то своему легкомыслию относиться к нему по-доброму. Поэтому это вот очень важные два правила, которых нужно помнить. И третье теперь, что же делать, если человек попал в секту? Необходимо обратиться в епархии в миссионерский отдел и найти специалиста, человека, который является сектоведом и разбирается в заблуждениях для того, чтобы человеку, временно отступившемуся по определению собору, чтобы помочь разобраться в этих заблуждениях и, покаявшись, встать на путь действительно реабилитации, церковной реабилитации для того, чтобы потом присоединиться к русской православной церкви. В епархиях не всегда бывают специалисты, которые разбираются во всем этом. И поэтому, насколько я знаю, сейчас синодальным миссионерским отделом разрабатываются целые программы для проведения таких семинаров. Об этом мы как-то говорили еще года полтора назад в Троице Сергии Лавры, когда нас собирал владыка Ефимий, ответственный за и возглавляющий миссионерский отдел Русской православной церкви Священного Синода, где было сказано, что и в учебниках по миссиологии для преподавателя этого предмета должен быть целый раздел, и он действительно делается, и, насколько я знаю, работа эта ведется достаточно активно. Также и предусматриваются подобные семинары, о которых я сказал выше, для повышения уровня квалификации миссионерских отделов Русской православной церкви на местах. В Москве же работает давно такой миссионерский центр, работает центр реабилитации. В начале 90-х, когда нахлынула волна сектанства, да, она и сейчас, в общем-то, не ослабевает, просто церкви православной стало больше, поэтому их стало видно меньше. Но, на самом деле, работая и занимаясь реабилитацией людьми, отпавших от православия, скажу, что сект меньше не стало, и их деятельность, она достаточно активна, и, снова повторю, лишь незаметно по причине того, что церкви православной и ее активности в обществе стало заметно больше. И как бы секты вытесняются. Поэтому надо сказать, что в Москве, как я сказал, работает с начала 90-х, первый был создан такой центр благословения священноначалия, благословения тогда святейшего патриарха Алексея II, был создан центр памяти Алексея Степановича Хомякова, который располагался на Большой Ордынке 20, в храме преображения Господня, иконой всех скорбящих радостей. Там прием ввел тогда по благословению тогда ирей, ныне протоирей Олег Стеняев. С 95-го года я активно помогал ему в реабилитации людей, отпавших от православия. Я как-то приводил цифру, что с 95-го по 2005-й год за 10 лет из разных сект было выведено 1800 человек. Затем в 2010 году был организован другой центр в Москве, при миссионерском центре преподобного Иосифа Володского, в храме, ныне строящемся храме преображения Господня, в Старом Беляеве. И там непосредственно ввел уже прием я и мои помощники. В 2018 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла была создана в Москве комиссия по реабилитации лиц, отпавших от православия, которые работают уже 5 лет. За время существования комиссии за этот период 5 лет было выведено из разных сект 900 с лишним. У нас сейчас 20 человек готовятся к присоединению, уже написали прошение Святейшему Патриарху, есть целая программа, о которой я и расскажу. Итак, как работает приемная Центра реабилитации и что сделать необходимо для того, чтобы действительно помочь человеку выйти из секты? Сразу хочу оговориться, если ваш родственник, друг, знакомый, близкий попал в секту, то бежать сразу в правоохранительные органы смысла никакого нет. Если, конечно же, нет состава преступления, нет насилия, которое совершено над личностью, нет каких-то повреждений, то есть то, что касается именно правонарушения. Никакой особой помощи оттуда, пока нет правонарушения, никогда я не видел, чтобы кто-то получил. Единственное, что если правоохранительные органы знают, например, о миссионерском отделе, способном помочь или, например, как у нас в Москве, знают о том, что существует такой центр, то нам звонят и, в общем-то, родственников и людей направляют оттуда к нам. Первое, что необходимо сделать, это сразу подсказка, если ваш знакомый, родственник попал в секту, то не надо с ним спорить, не надо его унижать и не надо на него нападать. И самое печальное, если вы разорвете с ним все отношения. Почему? Я объясню. Потому что потом нам, сотрудникам комиссии, мне и моим помощникам, что касается, например, города Москвы, будет очень сложно как-то встретиться с этим человеком, потому что все связи разорваны, а как нам общаться? Я помню, доходило до юмора такого, может, даже если это можно назвать, да. Когда в 90-е пришла одна мама в Центре реабилитации, мы начали говорить, что необходимо выстроить отношения, чтобы ребенок не убежал из дома, где его потом ловить по всей России, может, и за рубежом, куда эта секта его там занесет. Поэтому нужно прекратить все споры. И тогда пришла мама на следующий день, вытащила фотографию из сумки и сказала, по фотографии нельзя как-то реабилитировать. То есть люди пересмотрели всех этих различных программ, всяких гадалок, экстрасенсов, отворотов-приворотов, которые в большей степени, да не в большей степени, во всей степени занимаются шарлатанством, по сути, да, и обманом людей. Поэтому было сказано, что нет, нельзя. Итак, как организовать Центре реабилитации для того, чтобы помочь людям, которые попали в секту? Для этого необходимо, первое, это, конечно же, взять благословение у священноначалия, управящего архиереей вашей епархии или митрополии, и сказать, что вот при таком-то храме, потом затем уже сделать объявление, лучше, если это будет в доме Причта, существует приемная, работает приемная Центре реабилитации лица, отпавших от православия. И сделать такое объявление во всех СМИ вашей епархии или митрополии, где только возможно, да, что если ваши родные, близкие, друзья и знакомые попали в какую-то секту, и вы нуждаетесь в помощи или в консультации, то можете обратиться у нас, например, каждый вторник с 14 до 20.00, или в воскресенье с 13.30 до 17.00. Поэтому, сделав такое объявление, на самом деле это просто необходимо для того, чтобы было понятно, что куда человек обратится. Потом такое объявление будет работать не только для родственников, но, как показывает практика, и для самих людей, которые попали в секту. Люди, находясь в секте, когда услышат или увидят эту информацию, то, как часто люди рассказывали, когда я спрашивал, как вы пришли, как вы нашли наш Центр, они говорят, мы увидели информацию о том, что оказывается, что если мы отпали, то нас ждут и готовы принять обратно, а у нас были сомнения, как-то я приду, сейчас вот батюшки на исповеди, или там просто подойду к священнику и скажу, что я вот сектант или был в секте, ну, как, что со мной будет, может, он меня отругает. У людей была такая боязнь. А потом иногда люди, кстати, слышали о том, что церковь или представители церкви устраивают различные суды над сектантами, они ведут их в суд. И это тоже было препятствием несколько, по крайней мере, не один десяток человек, засвидетельствует о том, что это тоже было препятствием, чтобы прийти в церковь. Они побоялись, что если они придут, хотя они хотели покаяться, что если они придут, скажут, в какой они были секте, то им займутся правоохранительные органы, то есть церковь их сдаст. Поэтому этого бояться не надо, никакие суды наш Центр реабилитации никогда не вел и не ведет. Это, на самом деле, приемный Центр реабилитации — это открытая дверь для тех людей, которые хотят вернуться к Матери Церкви. Итак, как работает приемная? Дни и часы мы обозначили, теперь нам необходимо специалиста, человека, знакомого с предметом сектоведения, по нормальным учебникам, где действительно рассматривается богословская полемическая сторона, а не просто криминальные какие-то истории. Они, может быть, тоже и важны, только лишь в той степени, что касается, если какое-то есть такое здоровое сотрудничество с правоохранительными органами. Итак, приходит человек, в основном кто придет. Я помню, из истории в основном приходят мамы, папы, сами сектанты иногда приходят, но это реже. В основном мама, папа, родители, друзья и знакомые, говорят о том, что тот или иной человек попал в секту. Что нужно сделать? Нужно поставить диагноз. Вспомним слова священномученика Ирине Леонского, который пишет так, что невозможно лечить людей больных, не зная причину их нездоровья. И далее продолжает. «Поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина, а Валентин был гносник основательной гностической секты, не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учений». То есть, мы с вами видим, что священномученик Ирине Леонский говорит о том, что невозможно людям помочь, которые оказались в секте, если мы не будем знать в точности их заблуждений. И вы наверняка в своей практике встречались с людьми, которые попали в ту или иную секту, вы им начинаете говорить, да как же так, испокон веков церковь-мать, крещение Руси, наши святые, и видите, что это как об стенках горох. Это действительно так, потому что если человек, например, больной придет, и вы не поставив ему диагноз, начнете методом тыка назначать ему какие-то препараты, то кончится это печально. Точно так же и здесь. Итак, нам необходимо выяснить, в какую секту попал человек. Мы спрашиваем у родственника, что он говорит, что читает. Руси говорит, не знаю, что читает, целыми днями сидит в телефоне. А что говорит? Говорит о том, что всем надо срочно креститься полным погружением, один раз, не тройным, а один раз, а без полного погружения это не считается. Значит, можно предположить, что попал к баптистам. Это одна из центральных доктрин. Я вот как-то об этом говорил уже. Или, например, человек говорит, что всем срочно надо срочно соблюдать субботу. Церковь предала Христа, потому что поменяла день субботина на воскресный. Значит, попал к адвентистам седьмого дня или каким-то субботникам. Если говорит о том, что всем надо креститься срочно святым духом, значит, попал к харизматам или каким-то пятьдесятникам. Если говорит о том, что где-то там в Америке нашли последние свитки, Христос там являлся в новом свете, а пророк Лаидан доплыл туда неизвестными путями на каких-то там сооружениях, и вот там это откровение было новое найдено, значит, попал к мормону. Если говорит о том, что существует там на Тибете такая школа Шамбалы, которая руководит, и Махатмы руководят всем человечеством, указывают путь к счастливому будущему, значит, попал в теософское общество, либо ли они Рерихов. Если говорит о том, что найдена особая книга Древней Руси, нам нужно вернуться к своим корням, к корням русской религии, нам греческая религия православа не нужна, она была навязана огнём мечом, значит, попал к каким-то неоязычникам, нужно ещё определить, каким. Есть экологическое, как вы знаете, этническое из моих лекций, возможно, кто их все просматривает, экологическое, этническое, неоязычество, националистическое и другие. Поэтому мы определяем, и это необходимо, в зависимости, что говорит, что читает, для того, чтобы в дальнейшем правильно вам и вашим помощникам, о котором вы, возможно, поручите посещение на дому этого человека, а есть у нас и такая служба посещения на дому, если человек не хочет идти навстречу, чтобы он был готов и понимал, к чему, к какому разговору ему правильно подготовиться. Предположим, вы определили, в какую секту попал человек, теперь вам нужно с ним встретиться. И вот вы говорите, пригласите, пожалуйста, на следующий вторник приходите и пригласите вашего ребёнка или знакомого на встречу. Иногда люди неправильно приглашают, и поэтому не приходит человек, попавший в секту. А приглашают иногда так. Говорят, пойдём, я там в православном храме встретил такого религоведа. Он тебя сейчас в два счёта уделает. Ну, так пригласив, кому хочется идти, чтобы его уделали. Конечно, нет. Поэтому надо пригласить так. Я вот даже советую, как. Надо сказать, что я была в православном храме, встретила православного миссионера, который читает Библию, а если это оккультный, например, или новоязычество, читал Велесову книгу. У него есть очень серьёзный вопрос, и он очень интересуется вашим направлением и хотел бы спросить те вопросы, которые мы интересны. То есть, именно так. Чаще, как показывает практика, а вы уже кто-то, если посчитал с 1995 года, это практика, да, почти 30 лет без двух-трёх лет, без двух лет. Практика показывает, что на такое приглашение люди откликаются. Но иногда опять приходит родитель и говорит, нет, не пойду. Снова повторю, что родитель к вам приходит теперь на приём. Вы объясняете родителю, что сейчас идёт реабилитация, и мы нуждаемся в помощи именно родственников, потому что они в большей степени контактируют с этим человеком. И снова повторю, что все вопросы, все споры дома нужно прекратить. Я помню, как однажды в Центре реабилитации, тогда ещё в памяти Алексея Степановича Хомякова, на Большой Ордынке 20, пришла одна мама. И она сказала, что вот мой сын попал к кришнаитам, что мне делать? И тогда священник у неё спросил, а вы сами-то в храм ходите? Она говорит, ну так на Рождество и на Пасху. И тогда священник дал рекомендацию такую, что если хотите помочь своему сыну, вам необходимо начать посещать храм и приступать к святым христовым тайнам, к исповеди и к причастию. И таким образом, как он сказал, вы будете носителем благодати для своего сына. По какому принципу? Ну, по принципу апостола Павла. Помните, у апостола Павла есть такие слова – неверующий муж освящается верующей женой, а неверующая жена освящается верующим мужем. Поэтому была дана такая рекомендация. Прошло сколько-то времени, может быть, около года. Я помню, когда приходит женщина, у меня на имена не всегда, одна лица памяти очень хорошая, я видел где-то человека, я буду долго мучиться и вспоминать, где я его видел. И вспомнил, да, в конечном итоге. Я смотрю, вот знакомые, думаю, что, ой, спасибо, заходят в центр, заходят на приём, спасибо большое. Тогда 90-е люди больше несли продукты в храм с двумя пакетами каких-то продуктов. Я не пойму, что такое, спрашиваю, за что спасибо, что такого кто-то сделал. Да вот, помните, тогда я пришла где-то год назад, и у меня сын попал к кришнаитам. Потом она говорит, впрочем, что я сама-то рассказываю, вот он здесь, он со мной пришёл. И она его зовёт и говорит, Алёша, заходи. Он заходит ещё такой, не успел ещё отмыться от всех этих вайшнавских своих, да, безделужек, которые там они рисуют себе на лбу. Видно, что эта печать ещё осталась, загар есть, да, и ещё косичка эта болтается. Ну, одежда уже такая обычная, человеческая, да. И когда он зашёл, то, ну, вот, давай, ну, ты расскажи. Он говорит, ну, что рассказывать? Я, мы с мамой спорили дома, она мне всегда говорила, ходи в храм. А я ей говорил, ты сама-то туда ходишь? Она пожимала плечами, ну, потом я, чтобы не спорить, я знал её график дежурства, она дежурит по сменам, и я приходил, когда её нет. Приду быстренько, там, что-нибудь переоденусь, там, постираюсь, и опять убегаю в свой ашрам и ходить там по улицам, Харе Кришна. И вот так я бегал, бегал, но потом я увидел, что в доме начали происходить какие-то изменения. Я пришёл, говорит, один раз смотрю, раньше дома было всё как-то, вещи разбросаны, а этот дом такой порядок, как-то так всё убрано. А смотрю, мои вещи постираны, поглажены, и записка лежит. Вот, сынок, вот тебе вещи, чтобы ты не торопился, переоденься, оставь грязное, я постираю. Потом, говорит, другой раз прихожу, смотрю, да, в доме появились иконы, лампада горит, книги какие-то, запах какой-то другой, какой-то такой вот. Потом, говорит, сейчас я уже у мамы спросил, это ладно. Опять бегал, бегал в течение года, опять прибежал, опять книги, дома чистота, да. И прихожу, говорит, один раз домой, на кухне стоит чашка, прикрытая другой тарелкой, и записка. «Дорогой сыночек Алёша, покушай, пожалуйста, я знаю, что ты не ешь мясную пищу, вот тебе рисовая кашка с молоком, с любой мамы». Изменения очевидные, взял кашу, ем. А тут мама, когда читала «Утреннее правило», как они уже потом рассказывали вместе, она оставила Евангелие, вы знаете, что есть такое правило, что когда мы читаем «Утреннее и вечернее правило», то утром мы прочитываем главу из Евангелия, а вечером из Апостола. Вот она оставила, и он говорит, я ем кашу, и смотрю, и наткнулся на слова Спасителя, где сказано «Придите ко мне все, труждающиеся и обременённые, и я успокою вас, и найдёте покой душам вашим». Как он рассказывал, я, говорит, медленно положил ложку, что со мной произошло, и я передать сейчас не могу. Меня как будто пронизала какая-то энергия, как он сказал, понятно, что «Благодать Божия». Я остановился, ложку положил, и уже никуда не бежал, дождался маму, пока она придёт с работы, и вот через два дня сегодня мы к вам пришли. То есть мы видим, что действительно благодать Божия, и человек, который живёт рядом, способен поменять другого человека. Поэтому первое, что надо сказать, что необходимо сделать, это прекратить все споры для того, чтобы был доступ и благодатью Божией через вас, и самим, конечно, посещать храм Божий, не только посещать, но и приступать к таинствам, к исповеди, к причастию, если вы православный человек. Дальше следующий шаг, что необходимо сделать, это пригласить на встречу. Обычно приходят родители, говорят, нет, говорят, что не пойдёт. Тогда нужно самим прийти домой. Я как-то уже рассказывал, когда говорил о наязычестве, об одном новоязычнике, потом рассказывал о людях, которые попали в МЦХ, те в Московской Церкви Христа, рассказывал также о тех, которые были свидетели Иегова, также рассказывал о тех, как я ездил в одну деревню к харизматам, также, может быть, рассказывал о том, как тоже ездил в Архангельскую область, где родители поместили там свою дочь на какое-то время, которая согласилась туда поехать на дачу. Это огромные, мне как-то говорили, кратко это описать, но кое-где это есть. Например, в моей работе организация методика реабилитации отпавших от православия не ради того, чтобы сказать вот как, а ради того, чтобы только лишь поделиться этим опытом, помощи людям, отпавшим от православия. Итак, предположим, если человек не идет, то надо посидеть его на дому, и здесь нужно идти. Почему, если человек согласился? Потому что человек на своей территории чувствует себя более уверенно, и, как показывает практика, беседы проходят более плодотворно. Поэтому, снова-снова повторю, прежде чем идти, как я уже сказал, в самом начале нужно выяснить, в какую себя человек попал. Предположим, будем говорить сейчас о протестантизме и неопротестантизме. Скажем, вы пришли не для этого человека, который попал в неопротестантскую, скажем там, секту, баптистам, адвентистам и прочим там пенсиатикам и харизматам. Для них Священное Писание все-таки является авторитетом. Поэтому, как правильно, перейдем теперь уже и к другому вопросу, как правильно выстроить беседу. Конечно, нужно сначала познакомиться. Конечно, нужно какое-то время, чтобы выслушать человека. Кстати, это очень важно – выслушать человека. Здесь вот просто скажу два слова. Однажды ко мне пришла одна женщина, и она попала в секту. Это очень серьезная секта, оккультная секта, связанная с сектой, известная о умственной реке. Это ее такое ответвление. И она где-то целый час, я у нее спросил, ну, расскажите, что. И она целый час примерно у нее все это рассказывала. Я сидел, молчал, потом спросил, вы все? Она сказала, да. И я ей дал какие-то краткие советы о том, как начать реабилитацию. И когда она выходила, то вернулась и сказала, знаете, спасибо вам большое. Я сказал, за что? Пока еще не за что. Вам нужно пройти реабилитацию, присоединиться к церкви. Нет, сказала она, спасибо вам большое, что вы меня выслушали. Меня, говорит в жизни, никто так никогда не слушал. Поэтому, если мы хотим помочь людям, действительно оступившимся, как свидетельствует Архиерейский собор 1994 года, действительно хотим им помочь вернуться в церкви, то к ним нужно относиться с уважением и с любовью. Здесь всегда один существует принцип – любить грешника, ненавидеть греха. Любить человека, попавшего по своему невежеству или какому-то легкомыслию, в сектору. Любить человека, но ненавидеть заблуждение, то есть ненавидеть ересь. Итак, предположим, встреча состоялась и нужно правильно ее выстроить. И одним из главных, может быть, таких для неопротестантов, аптиста и прочих, неопротестантов, пятидесятников, харизматов и прочих адвентистов, будет один центральный вопрос. Вопрос о том, где критерий истолкования Священного Писания. И мы также как-то говорили об этом. У меня была лекция о расколе 1954 года, где я кратко, скажем так, по верхам пробежался по всем этим сектам. И мы говорили о важном вопросе – о предании и Писании. Напомню, что все заблуждения в истолковании Священного Писания этих людей, так называемых, в кавычках, библейских сект или, как называет их Архиерейский Священный Собор, псевдохристианство, вся их беда в том, что они читают Библию, а понимают ее по-своему. И они находят тексты, например, текст Евангелия от Матфея 7.8, где Спасителя осуждает предание человеческое, Евангелие от Марка, 7 глава 8 стих, Евангелие от Матфея 15 глава 3 стих, где осуждается предание человеческое. И они смешивают предание апостольское и предание человеческое. А что такое предание? Предание – это Дух Святой, живущий в Церкви, дающие возможность понимать и воспринимать Христа и Священное Писание в присущем Ему свете, то есть в Духе Святом, а не в естественных размышлениях человеческих фантазий. Поэтому есть тексты об апостольском предании. Это 2-й в Сесалоникидском 2,15, где апостол Павел говорит, «Стойте, братья, держитесь, предание, которым вы научились, стоит Дух Святого держитесь, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». 1 Коринфянам 11,2. «Хвалю вас, братья, что вы держите предание, которое приняли от нас». И не надо, или 2-й в Сесалоникидском 3,6. «Отвращайте от себя всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, так, как приняли от нас, как передали сказано мы вам». Поэтому предание – это не то, что мы придумали, а то, что приняли и сохранили от Дней Пятидесятницы. И Христос обещал, что Духом Своим в Церкви Он будет до скончания века. Он говорит перед Своим Вознесением «Сея я с вами до скончания века». «И пошлю вам, – говорит Духа Святаго, – который наставит вас на всякую истину и напомнит все, что Я говорил вам». В книге «Деяния апостолов», между прочим, нет слова «Аминь». Почему? Потому что история церкви продолжается. И не надо разводить эти мифы о том, что вот там в апостольской церкви было все в порядке, а теперь церковь отступила, в нее вошел в разврат. Я вам скажу о том, что, почитайте, в Каринской церкви один имел себе жену и свою мачеху. И апостол Павел в Первом Каринфе ему обличает. Он говорит, с таким даже не есть. Потом апостол Павел, апостол Варнава, они поссорились между собой, когда они хотели брать Марка с собой в миссионерское путешествие. Но не все там было гладко. И там были ересь Николаитов, о котором пишется в книге «Откровения». То есть, все это всегда было. И поэтому не надо бредить о том, что якобы там в апостольский период все было гладко. Сам Спаситель предупреждал, что по отшествии в Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Поэтому так. Поэтому первая беседа должна быть, конечно, выстроена о священном предании и священном писании. Подробно я об этом еще как-нибудь расскажу. Мы с вами, возможно, рассмотрим такую тему. Где критерий истолкования Библии одна, а толкований много. То есть, где критерий. Но сегодня еще хотел бы сказать об очень важном, о чем говорю практически все это сегодняшнее время. Об отношении к человеку, отпавшему от православия. И для того, чтобы здесь не быть голословным, я приведу, пожалуй, три примера из Евангелия, как Господь Иисус Христос относился к людям, отпавшим или к людям другой веры. Мы с вами хорошо знаем историю о Самарянке. История о Самарянке, где рассказывается о том, когда Спаситель шел и устал по своему человечеству. И сел у колодца, и там подошла женщина-самарянка. Кто такие были самаряне? Самаряне это были люди другой веры. Они как бы отпали от традиционного иудаизма. Да никак бы их так и считали отпавшими. И там прошло элоновское рассмешение. Их считали отпавшими. И, как сказано, иудеи с самарянами не сообщаются. Но мы видим, что Господь Иисус Христос, сидя у колодца, когда эта женщина пришла, он не убежал от нее, не обвинил ее, что она сектантка несчастная. Или еще там как-то тоталитарная девица или ведьма. Нет. Он начал с ней общаться. И даже эта женщина сама ему напоминает и говорит, как ты будучи иудеей, прочь пить у меня у самарянки. Потому что считалось осквернение общение с самарянами. Потом начинается богословская тема. Она говорит о горе Герозим, где поклоняться. Потому что тогда был местом поклонения только Иерусалимский храм. А у самарян, между прочим, был пятикнижен Моисеевым. Первые пять книг Ветхого Завета отличалось от того, которое было у иудеев. Даже ученики, когда увидели, что он общается с женщиной, да еще и с самарянкой, спаситель, то они как-то внутри себя возмутились. Но мы видим, что Христос не чурается этого общения. Он общается с ней. И потом мы помним, что она бежит, он переходит, если бы мы сказали так, в образ нравственного богословия. Говорит, позови своего мужа. Она говорит, нет у меня мужа. Правильно ты сказал. И тот, который у тебя сейчас, это сожитель. Тогда она побежала в свое селение. Она была женщина, как мы видим, сведущая. Но находящаяся в заблуждении. Потому что она говорит, не ты ли мессия. То есть, она знала мессианские пророчества. Но по своему только заблуждению. Но тем не менее, уверовав во Христа, она побежала в свое селение. Сказала, пойдите, посмотрите, не тот ли мессия. И что? Пришли эти люди и говорят, уже не по твоим речам веруем, но сами видим. По сути, она была первая такая, обращенная самим Христом, миссионерка. Мы на это очень много рассуждали в центре Алексея Степановича Хомякова тогда. И это действительно такая история, которая о многом говорит. Следующая история, которая есть в Евангелии, это история о десяти прокаженных. Помните? Десять спасителей исцелил, а один вернулся поблагодарить. Вы знаете, я заметил, и даже вот председатель комиссии, протери Роман Марков, мы заметили, что человек 20-30 после трех-четырех месяцев реабилитации, когда они проходят полную реабилитацию, им дают специальная программа, они там пишут отчеты своеобразные, такие, что они прочитали, что просмотрели. Это им самим необходимо. Я могу зачитать несколько писем. Они говорят о том, что если бы мы только знали всю красоту и стройность православного исповедания, в какие секты мы бы не пошли. Как-нибудь я зачитаю несколько письмов, вы видите, как люди пишут о том, спасибо вам за то, что навели порядок в нашей голове и в нашей душе, вот той литературы и тем рекомендованным материалам, которые им даются. И люди так и пишут, что мы всю жизнь как раз этого искали, мы просто думали, что это где-то не в церкви, а где-то на стороне далечия. Итак, этой историей мы заметили, что после тоже возвращается обычно 2-3 человека и говорят, спасибо вам большое, что помогли нам. То есть, один к десяти. Как и тогда, один прокажен, 10 исцелил, а один вернулся поблагодарить. Но заметьте, что там не только сказано, можно было бы на этом остановиться, скажем, евангелисту, и сказать, один вернулся поблагодарить. Понятно, что мы обычно утреннее правило мы еще прочитаем, а вечером мы как? Врутся твой Господи, Иисус Христе Божий мой, предаю дух мой, ты же мне благослови, ты мне помил, и живет вечным даром, и аминь. Упахался во славу Божию, устал, плюхнулся спать. Да, благодарить Бога этому и потом. Дай, да, конечно, дай. Так и здесь. Можно было бы остановиться и сказать, что один только вернулся поблагодарить. Нет, мы видим, что сказано. И тот был самарянин. Что такое? Опять человек другой веры, как приводится в пример, что он оказался более благодарным. Есть вообще другая история, которая называется история о милосердном. Можно было бы сказать, история о милосердном человеке. Нет, это история о милосердном самарянине. Человек другой веры. Мы помним ее. Когда у Спасителя спрашивают, кто ближний мой, у него спрашивают, какая наиглавнейшая заповедь, он отвечает, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, всем помышлениям твоим, и ближним твоего, как самого себя. И тогда у него спрашивают, а кто ближний мой? И он отвечает этой притче, притче о милосердном самарянине, приводя в пример, в общем-то, человек другой веры. Помните, проходит ветхозаветный священник, мимо лежащего человека на обочине, но у него, наверное, была какая-нибудь ветхозаветная треба. Мотив был более такой существенный, и поэтому пробегает мимо. Затем проходит левит. Левита они были прислуживали в храме, также они пели, были певчими, как бы сегодня сказали. Им тоже, наверное, как и нашим сегодня, за спевку подплачивали. Поэтому тоже был мотив другой. Он тоже пробежал мимо. И вот едет кто? Едет самарянин, человек другой веры, на ослики. Слазит своего ослика, сажает этого человека. На ослика избитого врачу этого рана, сажает, довозит до дома милосердия, отправляет его туда, проплачивает ему полностью лечение, говорит, и содержание. Если что, говорит, и сдержишь хозяин дома, когда я вернусь, то заплачу. И тогда спаситель, приведя этот пример, спрашивает у тех, кто задавал вопрос, кто ближний мой, как вы думаете, кто был ближний этому человеку? И ответ, слышите, однозначный. Какой? Тот, кто оказал ему помощь. Вопрос. Почему спаситель? И в Евангелии приводятся три, по крайней мере, которые мы видим, три истории, где человек другой веры ставится в пример, в некий пример. И ответ очевиден. Потому что ветхозаветный мир ждал первого пришествия Христа. Но иудеи настолько замкнулись и обособились в своем таком этническом и религиозном самомнении, что они прохлопали, в общем-то, Христа. И не только его не приняли, как сказано, пришел к своим, и своего не приняли, а еще и распяли. Мы с вами тоже ожидаем только второе пришествие Христа. Мы с вами исповедуем паки грядущего со славой, судите живыми мертвыми, у царствия не будет конца. И для того, чтобы мы не превратились в тех иудеев, а мы знаем, что перед Христом придет антихристос, и чтобы мы не обманулись, для этого нам даются эти примеры. Чтобы мы не превратились, как-то я уже так говорил, в некий гламурный клуб христиан воскресного дня. Это очень опасно. Это я снова повторю и повторяю из тех, может, лекций, беседок, где это было так в некой степени разбросано. Это очень важно понимать, что Спаситель нас предупреждает. Итак, первое и главное, что необходимо, чтобы помочь человеку, который попал в секту, это за него молиться в домашней молитве. В церкви мы за отпавших молиться не можем. И эта молитва есть, о ней я сказал. Второе, что необходимо, это найти специалиста в церкви, в вашей епархии. Если в Москве, то вам проще. Здесь есть комиссия. Ну, а в епархиях, я думаю, что со временем все это так же будет. И не будут к нам люди иногда по каким-то исключениям приезжать, например, из Коми, как было, или из Красноярского края, или из Белоруссии приезжали на присоединения. Этого мы всячески стараемся избегать, потому что послушаем нас все-таки комиссия по городу Москве. Ну, просто иногда люди настолько просят слезно, что здесь вот комиссия принимает решение. Ну, хорошо. Поэтому, думаю, что в епархиях это здесь сложного, ничего нет. Наладить такую работу, где можно принять тех людей, которые, в общем-то, крещеные. Это не люди, которые сектанты прилетели к нам с Марса. Они наши православные крещеные, и таких более 90%, которые находятся в сектах. Хочу напомнить для нас с вами другую евангельскую историю. Когда Спаситель говорит о том, что если у пастуха сто овец, и одна отпадает, то пастух идет, известная нам история, за этой одной заблудшей, и радости у него оставляет 99%, и радости у него бывает намного больше, когда он находит одну. Так сказано и Отец ваш Небесный. У него радости больше об одном заблудшем и вернувшемся, нежели о 99 праведниках, то есть, которые считают себя праведниками. Также апостол Иаков в 5 главе на 19 стихе в послании призывает нас всех к тому, к чему, в общем-то, и призывает освященный Архиерейский собор 1994 года о псевдохристианских сектах, новоязычестве и опультизме. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Русско-Православной Церкви. И к этому же призывает нас, конечно, и апостол Иаков. Вот 5 глава, 19-20 стих. «Братья, сказано, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Мы видим, что если человек отпадает от церкви, отступает от истины, и человек, который окажет ему в этом помощь, то он покроет и множество своих грехов. Поэтому это еще, если хотите, один из мотивов, или, в общем-то, апостол Иаков, скажу по-человечески, как бы уговаривает нас не враждебно относиться к этим людям, а всячески способствовать их возвращению к Церкви Матери. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.